Поздно пить боржоми, когда почки отлетели. Денису сделали операцию, и врачи говорят, что он должен проходить лечение и пока что забыть о физической активности. Одну процедуру важнейшую мы с Денисом уже провели. Очень обидно до слез, что так получилось. Дэн, давай, держись, старик. Друзья, хочу вам сообщить новость. Денис Цепленков попал в больницу. Денису сделали операцию, и врачи говорят, что он должен проходить лечение. И пока что забыть о физической активности на период до трех месяцев. Сколько на самом деле это продлится, мы не знаем, никто этого не знает. На сегодняшний день состояние Дениса стабильное. Все находится под контролем врачей. Сам Денис направлен был к нам нашими друзьями, коллегами-урологами, которые также участвовали во всех консилиумах, когда мы принимали решения о тактике лечения Дениса, которые в нашем центре. Одну процедуру важнейшую мы с Денисом уже провели, остается вторая малоинвазивная процедура, которую мы надеемся полностью исправить сформировавшуюся проблему. В понедельник сделали операцию. Так, конечно, было сложновато. И на следующий день тоже такой. Он был, скажем, уже я мог ходить, но все болело внутри, поэтому было сложно. Теперь потерпел немножко, но сегодня уже хорошо. Поздно пить боржоми, когда почки отлетели. У меня как раз вот именно такая, наверное, ситуация. Поэтому, чтобы таких ситуаций ни у кого не возникало и не было, ребят, следите за здоровьем. То есть, оно ваше здоровье, и нужно все-таки контролировать его правильно и не допускать таких вещей, которые допустил я. Сегодня достойной заменой для Дениса Цыпленкова станет Виталий Лолетин. Виталий, это твой огромный шанс. Да, кстати, собственно говоря, Денис Цыпленков сам сказал, что Виталий достойный соперник для того, чтобы бороться, защищать флаг России. Поэтому Виталий Лолетин из запасных игроков переходит в разряд топов. Поэтому мы увидим Виталия Лолетина на топ-8 уже в Малайзии. И мы посмотрим, сможет ли он побороть Дмитрия Трубина. Если он это сделает, это означает, что он уже будет бороться за чемпионский пул. Оправдает ли надежды Дениса Цыпленкова? Посмотрим. Виталий Лолетин был запасным спортсменом. Я ему уже сказал, что чтобы готовился. Надеюсь, он заменит меня. И я думаю, у него есть шансы. Шансы дойти до финала по-любому. А вот насчет Ливана, конечно, такой вопросик спорный. Но, опять же, есть такая интрига, что именно в таком формате кто как себя преподнесет, кто как себя подготовит. То есть я конкретно на Ливана ставки не ставлю. Проблема, с которой столкнулся Денис, серьезная проблема, с которой может столкнуться любой профессиональный, занимающийся спортом, спортсмен. Так как те тренировки, те подготовки, которые идут до соревнований, во время соревнований, они несут экстремальную нагрузку для организма. Очень обидно до слез, что так получилось, потому что прям очень хотелось в этом турнире поучаствовать. Все-таки он такой первый на данный момент в таком формате, да, интересном. Я всем не говорил, я надеялся, что она за неделю живет и все будет нормально. А потом потихоньку, постепенно, ну, те люди, которые там со мной постоянно общаются, естественно, начали узнавать. То есть звонил Кирилл Сарычев, Миша Кокляев звонил. Вот прям поговорили, поддержали. Федя Емельяненко тоже переписывали и сказал, что больница тоже постоянно пишет, как дела. У него тоже там сейчас с коленом проблемы. Мы считаем, что Денис сможет вернуться к профессиональному спорту, но только под наблюдением врачей и через определенное время, которое мы с коллегами решим на консильме после всех процедур, после того, как мы будем наблюдать, как восстанавливается Денис, как восстанавливаются функции его организма, и дальше уже будем принимать решения. Профессиональный спорт – это осознанный выбор каждого. И мы, я, Денис и остальные профессиональные атлеты в каждом своем видном спорте, мы прекрасно отдаем себе отчет, чем мы занимаемся, насколько это опасно. Я лишь надеюсь, что у него все это пройдет без сучка и задоринки, и он сможет в ближайшее время нас порадовать своим очередным мощным и ярким выступлением. Пожелаем всей Денису здоровья, я от своего сердца всего ему этого желаю, обнимаю. И, Дэн, давай, держись, старик. Я уже готовлюсь, Дэн, готовлюсь уже, давай, старина. Все, выйдешь, уже все, уже не будешь безраздельно властвовать за столами армрестлерскими. Я очень хотел выступать, готовился и хотел победить. И очень хотел побороться с Ливаном. Я знаю то, что он тоже очень хотел победить. Так что спасибо фанатам, спасибо за понимание. Я надеюсь, все будет хорошо, остановимся и потом снова в бой. Но опять же, только по... если допустят врачи. Теперь я буду только с ними консультироваться. Денис, желаем все тебе искренне красчайшего выздоровления. Поправляйся, чтобы у тебя максимально быстро вся прошла, весь процесс реабилитации. И ты с минимальными потерями вернулся наконец-таки за стол для армрестлинга. И когда ты вернешься, у тебя проблем со спарринг-партнерами точно не будет. Мы сразу на армприцепе к тебе приедем и снова вернем тебе былую форму, черт возьми. Сделал вывод, что многие боятся прийти, сделать диагностику, проверить себе вообще все. И сердце, и сосуды, и все остальное. На самом деле, это надо делать, полгода хотя бы. Потому что вот до такого допускать нельзя. Следите за здоровьем. И вообще, вообще, конечно, не попадайте в такие места. Может все-таки так произойти, что врачи ему разрешать раньше активность. Поэтому мы сможем его видеть на втором этапе ТОП-8. По крайней мере, наверняка этому атлету мы организуем какой-то хороший армфайт. И, естественно, никто не будет списывать со счетов. Мы ждем возвращения Дениса Цыпленкова. И при любом раскладе мы по-любому его увидим. А сейчас мы едем в Севмалайзию и смотрим на первый этап ТОП-8 сильнейшего турнира в мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова